Так вот, да? Сейчас я телефон наберу. Отвык уже, да? Да-да, что-то есть такое. Мы же сколько с тобой? Неделю, наверное, не снимали видео? Неделю, неделю-три. Приора вот у нас подзависла, и поэтому так. А сегодня я хочу поговорить про необычную тему, про автозвук. Странно, да? Ребята, всем привет! Вы на канале Автостиль Арзамас. Меня зовут Дима. В первую очередь я хочу сказать вам спасибо, что вы с нами. Спасибо, что нас уже на канале 104 тысячи подписчиков. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись. И на мой второй канал тоже подпишись. Он называется D.V. Каждый день я туда выкладываю видео с готовыми подборками аудиосистем. И сегодня я хочу поговорить на не совсем обычную тему. Я хочу поговорить сегодня про автомобильные аудиосистемы, про автозвук. Многих эта тема тревожит. Многие задают каждодневные вопросы. Как, куда, почему, что, с чем связать. И вот сегодня я хочу обозреть и пролить свет на тему процессорные усилители. Давайте начнем с чего. Когда мы конфигурируем состав аудиосистемы, когда мы собираем фундамент, мы обычно задаем вопрос. Пожелание, в первую очередь, расположение компонентов, скрытый, не скрытый монтаж. Ну и, само собой, сердце системы. Если быть честным, в современных автомобилях в большинстве случаев никто не хочет менять головное устройство. В каких-то машинах там уже завязаны и CarPlay, и управление светом, световой сигнализацией, охранной системой и многие-многие-многие другие плюшки. Взять Volvo, Lexus, да даже взять, к примеру, Keats, Rato. Не совсем просто там это все это сделать. Либо мы ставим головное устройство а-ля на операционной системе Android, либо просто оставляем штатное головное устройство. Но, к примеру, если мы берем дешевенький TI's, и в сравнении со штатной магнитолой штатка играет лучше. Проверено ни на одном случае. И многие из вас, кому мы ставили систему на TI's, который был у вас установлен ранее, потом приезжали на донастройку уже со штатной магнитолой. Парадокс? Парадокс. Но все-таки инженеры на заводе не просто так свой хлеб едят, и они работают над качеством звука. Конечно, про качество штатной магнитолы, вернее, про качество звука штатки я не буду усираться, доказывать, что это прям какая-то панацея и какой-то прям нонсенс. Вы все знаете, да, что если мы берем бюджетник и пионер, он положит на лопатки практически любую штатную магнитолу. Но это лирика. Давайте перейдем непосредственно к процессорным усилителям. На самом деле их на рынке немало. Многие из вас знают, да, MP Panacea, Best Balance. Какие еще самые популярные? Совсем недавно мы очень долго ломали голову, меняли конфигурацию системы одному гостю из Московской области. Skoda Kodiaq мы тогда делали. Обязательно посмотрите это видео на втором канале. Skoda Kodiaq, бюджетный процессор на аудиосистеме. Он так вот называется. За сердце системы мы тогда выбрали, согласовали с владельцем процессорный усилитель Nakamichi. На сегодняшний день его цена всего 22 500 рублей. Заманчиво, сладко, согласен. Что мы имеем на борту? Bluetooth, 8 каналов процессора и 4 канала предусиления. То есть встроенный усилитель по 50 ватт в канал. К примеру, мы можем связать фронт-тыл, либо поканальный фронт. Да, лимитированная мощность, да, лимитированное количество каналов. Но возьмите, пожалуйста, себе на заметку. Если вы собираетесь собрать себе аудиосистему, к примеру, за 70 плюс-минус тысяч рублей, ваш вариант. Объясню почему. Вот, к примеру, такая вот штуковина с рца выходами USB-разъемом для подключения PC, PC, да, персональный компьютер, гребенка проводов для подключения входов высокоуровня и так далее. Можно поставить в любое скрытое место. В противном случае что мы делаем? Мы берем, к примеру, любой четырехканальный усилитель. Любой. Давайте возьмем Орис. Да, и чтобы нам его подключить к штатной магнитоле, нам нужен линейный преобразователь. Каждый день у меня задаете вопросы. Что сделать, чтобы не фонило? Что сделать? Какой преобразователь поставить, чтобы там радио ловило? Их на самом деле великое множество. Но мы почему-то вот очень плотно сидим вот на этих Kicks HL4. У Aura есть тоже аналогичная модель. Стоят они сейчас 1300 рублей. И, в принципе, вот такая связка имеет право на существование. Но есть одно но. При подключении входов высокого уровня к вот этому... К вот... При подключении входов высокого уровня к преобразователю, у нас есть одно соединение. Потом выходят тюльпанчики на усилитель. Ну, как правило, тюльпаны не все хотят ввиду экономии бюджета закладывать туда с цанковыми разъемами. Но, как показывает практика, если мы берем среднестатический кабель в районе 400-500 рублей, ну, требует профилактики аудиосистемы, как правило, после зимы. В данном случае получается, что вот здесь вот контакт не совсем плотный. Контакт не совсем плотный на РЦ-разъемах усилителя. Ну, получается, где-то один динамик пропадает. Сигнал с него. Соответственно, вот в этом нужно копать причину. Я думаю, многие найдут ответ, почему у него перестал один динамик играть после морозов, после проливных дождей и так далее. Да, это вот так. К сожалению, к великому сожалению, мы с этим ничего поделать не можем. Единственное, что мы можем... Сереж, дай, пожалуйста, Тауровский кабель. Мы можем лишь увеличить бюджет и поставить РЦ-кабель с санговым зажимом. Контакт кратно плотнее. Его не надо поджимать зубами либо плоскогубцами. Соответственно, потерь меньше. С помощью игреков все это дело заводится на один усилитель. Потом вторая пара РЦ идет на моноблок. Вот такая вот связка. Она также по бюджету получается в среднем от 50 до 80 тысяч рублей. Так вот, если мы используем вот эту железку, мы выкидываем из системы преобразователь, РЦ-разъемы, тем самым подключений и соединений у нас меньше. Надежность выше. Вот что вам нужно, большая мощность или надежность, решать уже вам. Вопрос следующий. По настройкам. Если, к примеру, здесь мы ограничены просто двумя крутилками на преобразователе и фильтрами усилителя, мы зажаты по рукам и ногам. Где-то очень тяжеловато регулировать фронт-тыл. К примеру, с помощью этого преобразователя можно. Но когда мы используем данную модель, к примеру, на корейцах, там Kia, Hyundai, у нас получается радиосигнал. Сигнал тюнера хуже. Проверено многими, да? Мне часто пишите про Kia Cerato, про Solaris, но мы регулируем фронт-тыл. Если мы используем вот этот преобразователь, у нас потерь на тюнера меньше, фона меньше, но он в каких-то случаях присутствует. Если, к примеру, мы ставим усилитель под сиденье, в той же там Kia Sportage, либо Elantra, либо Cerato, мы ловим наводки. Вот, к великому сожалению, конструкция автомобиля такая. Если же мы просто ставим процессорный усилитель, мы минимизируем вот эти вот риски. Прошу обратить внимание, кто в следующий раз будет конфигурировать свою систему, процессорный усилитель все-таки решает. Я не говорю, что это эталон, я не говорю, что это вышаг, я не говорю, что это пик индустрии и топовая железка, но за свои 22500 достойная вещь. Спору нет. Если мы берем уже, к примеру, железку подороже, в данном случае Muzve M6, у нас мощность на борту 72 ватта, у нас 6 встроенных каналов, не 4, как там, и у нас выход на сабвуфер линейный. Он у нас вот здесь. Плюс ко всему, можем подключить Bluetooth-модуль, собственно, вот здесь встроенный, здесь он идет опционально, такая вот штуковинка, которую просто вставляем в USB-разъем. По 72 ватта. У EFORI тоже самое. Давайте перейдем к моделькам подороже, и попробую пролить свет, чтобы у вас как можно меньше сомнений и, так скажем, бессонных ночей было в вашей жизни. К примеру, EFORI 8 каналов встроенных и 10 каналов процессора. Одна из популярных и самых сладких в своем ценовом сегменте, 59900, цена этого Proce-Уся. Аналогов на самом деле у нее немного, есть только Helix. Вы, наверное, заметили, да, что Helix у нас нет в наличии. А почему? Потому что как только мы собрались и сформировали заказ по немцам, курс валют очень сильно изменился, и пришлось нам немножко переложить и отсрочить вот этот вот заказ, чтобы Helix, матч у нас были в наличии под заказ. Вообще не вопрос, все это дело решаемое. Подписчики нашего канала знаете, да, что матч мы тоже ставим BMW, Mercedes, либо просто процессорные усилители по 65, по 82, там 10-канальные разные есть. Их цена колеблется от 60 до 100 тысяч рублей. Золотая серединка у нас получается Muzway и MP Panacea. Panacea стоит 49900, Muzway M6 стоит 50. Вот, на мой взгляд, это вот не убавить, не прибавить. Если вы собираете аудиосистему по штатным местам, если вы собираете систему с поканальным фронтом, плюс тыл, плюс сабвуфер, вот ваш вариант. 60 тысяч рублей. Опционально у нас есть панель управления, с помощью которой мы можем регулировать уровень сабвуфера, с помощью которой мы можем выбирать источники оптика, high-level, вход высокого уровня, Bluetooth, либо просто выбирать необходимый пресет, и плюс также мы можем опционально добавить Bluetooth-модуль. В каких-то машинах просто это необходимо. Недавно столкнулись с такой проблемой, Mitsubishi Outlander или Mitsubishi, да? Но все-таки Mitsubishi, Mitsubishi японцы не говорят, многие из вас написали в комментариях. Ситуация следующая, что владельцу ее как-то пару раз перепрошивали официалы, пару раз что-то ее пытались поменять, что-то это. В общем, звук полное дно было. Но когда подкинули Bluetooth-модуль, да, прояснение появилось. Следовательно, вот все-таки панацея в данном случае решает. 45900 стоит Best Balance. Я не знаю почему, простит меня Рома, но вот мне вот этот процуузь лично не зашел. Почему? Объясню. У панацеи 80 ватт и 6 каналов. У этих 6 каналов, у Best Balance, но 60 ватт, 40 и 25. Идеальное решение для BMW, если мы вяжем, к примеру, подсидельные 8-дюймовые мид-басы, плюс серединки, плюс VH, самое то. Но если мы ставим какую-нибудь достойную акустику, там, Audison, Geerts, Helix, там, Blum и так далее, я считаю, мощности вот Best Balance маловато. Есть еще одна моделька. M4 Plus от MUSEV, по 100 ватт в канал. Таких мы тоже много ставили. Честно скажу, мне вот заходит. Также, еще раз повторюсь, опционально Bluetooth-модуль для Best Balance он тоже есть, тоже опциональный. Панелька также опциональна. Но в каких-то случаях мы используем панель управления, в каких-то нет. Для многих просто не совсем удобно управлять громкостью с телефона, да, когда мы слушаем по Bluetooth, с кнопок руля, с энкодера, штатные магнитолы, да плюс еще панель. Караул там все, ну, не все, а некоторые прям просто не могут осинхронизировать эти уровни, поэтому мы не ставим их из этих соображений. Ребят, что еще хочется сказать? Если вы собираете систему, не громкую аудиосистему, а, так скажем, приятно звучащую, которая радует слух, которую мы ставим, как правило, по штатным местам, либо там делаем какие-то направленные подиумы под СЧ, ВЧ, мидбасы плюс сабвуфер, у нас получается до 200 тысяч рублей, вот, что-то из этого. Если мы собираем систему от 70 до 90 тысяч рублей, мы ставим вот. Накидайте свои мнения в комментарии, кто что думает по этому вопросу, но совсем недавно я созванивался с Дмитрием Юрьевичем Матвеевым, мы говорим, у нас в Москве, если бюджет меньше полумиллиона рублей, никаких дополнительных процессоров мы вообще не вяжем. Просто ставим процессорный усилитель, хорошую акустику, и вот эта вот связка позволяет реализовать и воспроизвести в вашей машине детальный, качественный, тонально-точный и кайфовый звук. Ребят, в свою машину я тоже в том числе поставил процессорный усилитель АМП Эйфория, но в следующем видео я вам покажу немножко видоизмененную аудиосистему в свой автомобиль, потому что мне уже пришло головное устройство RedPower, 628 гигов и процессорный усилитель RedPower. Обещаю, что в следующем видео мы подготовим для вас интересный контент, поставим вот эту штуковину, это Proceuse, с головного устройства будет рулиться все настройки, задержки, фаза и так далее. Я вам обещаю, расскажу, разберусь и расскажу. И еще что хочется сказать. Стоимость вот этой связки головное устройство плюс процессорный усилитель RedPower RedPower RPD-SP12V2 и 12-канальный процессорный усилитель 100 тысяч рублей. Вот вы мне много пишите, да, что я говорю 4, а показываю 6, или наоборот. В общем, так и так, да. И попробую разгадать загадку. Что же лучше? А я уже знаю, что лучше, но вам раскрою секрет, что если вы берете головное устройство T-AIS, с дальнейшей перспективой построить на нем аудиосистему, ну вот, я не пошел по такому пути, потому что я знаю, что это отчасти путь, ведущий в тупик. Ну а сейчас вот у нас заехала Kia Cerato из Московской области. Мы туда ставим проверенную связку. Сердцем аудиосистемы будет AMP Panazea, акустика Герц, компонентные вперед с поканальным подключением, коаксиальные назад, сабвуфер, 12-дюймовый. В данном случае это будет обычная трапеция. В большинстве случаев мы ставим стелсы, которые есть у нас в магазине, которые есть в наличии на все популярные марки автомобилей, которых нет, мы их заказываем. Будем собирать камрюху, AMP и эйфория, стелс, трехполосный фронт. Но об этом мы уже расскажем в следующем видео. Я хочу вас поблагодарить то, что вы досмотрели это видео до конца. Я жду ваших комментариев, я жду вашей обратной связи. Спасибо, что вы с нами. Двигайтесь музыкой, быть добру. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok